Приветствую вас. Отсутствие подобного желания может быть связано со многими причинами. Например, такая, что вы не уверены в себе или боитесь что-то не так сказать. Или, может быть, вам просто не интересны люди, с которыми вы взаимодействуете. Может быть, что-то еще. Вопрос в том, можете ли вы при необходимости разговор поддержать. Есть ли у вас ресурсы для этого? Ну, чтобы поддержать разговор. Если ресурсы есть, то все в порядке. Если ресурсов нет, то, к сожалению, ситуация далеко не самая лучшая и с этим нужно работать. То есть, нужно выяснять, по какой причине у вас нет ресурсов для того, чтобы работать, для того, чтобы поделать разговор. Иногда бывает так, что человеку, ну, не то, чтобы не интересно. А бывает так, что человек просто не интересуется ничем. Или не интересуется тем, что интересно людям, с которыми он взаимодействует. Такое тоже бывает. Поэтому, я думаю, что лучше всего именно в процессе взаимодействия с вами, общения с вами, выяснить вот эту причину того, почему вы не можете поддерживать разговор с людьми. И как это у вас связано с интересом к ним и к разговору. С другой стороны, если вы хороший слушатель, то это тоже ценно. Достаточно ценно. И подобным навыкам можно также пользоваться, в том числе и для себя. Так что, здесь нужно посмотреть, что легче, как легче, и уже исходя из этого двигаться, уже исходя из этого что-то предпринимать. И можно будет давать какие-то рекомендации вам, можно будет давать какие-то направления вам и так далее. Вот так, я думаю, можно вам будет ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.